В 8-м туре чемпионата Ульяновска по мини-футболу среди клубов Суперлиги одного из аутсайдеров турнира команду Штальбург Динамо ждало очень суровое испытание. Динамовцев экзаменовал действующий чемпион Ульяновска клуб Мобирей МЧС. Я прошу вас, концентрация максимальная. Друг за друга в каждом моменте. В каждом моменте цепляемся, вырываем мячи. Нам нужны эти три очка. Вот нам надо сейчас кровь из носа взять и выиграть эту игру. Давайте друг за друг, давай, 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 пошли, 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 пошли. В свою очередь для Мобирейта игра с динамовцами тоже сродни испытанию. Ведь в этом сезоне оранжевые уже пару раз споткнулись там, где этого от них никто не ожидал. Ну а пас элементарный, недонастрой. Соперник все-таки идет в нижней части турнира таблицы. У нас ситуация такая, что нам очки вообще терять нельзя ни с кем. Поэтому настроились. Было тяжело, кажется, первый тайм. Забить долго не могли. 16 долгих минут Мобирейт безрезультатно атаковал динамовские ворота. Действием чемпионов не было той искорки, что помогало им громить соперников ранее. Но концовка таймера оставила все на свои места. Первым дорогу цели проторил Юрий Абдулхаков на пару с Виктором Злыдаревым. Один классно пасовал прямо через домик соперника, другой здорово открывался во вратарской. Потом уже сам Абдулхаков отменно играл стеночку с другим Злыдаревым, Андреем, и забивал второй гол в ворота Динамо. А напоследок ударные двухминутки. Играющий тренер Мобирейт и сам здорово открылся у ворот соперника и эффектным касанием превратил прострел сланга в третий гол. Первые 16 минут была равная борьба. Забили вот три гола и после этого они посыпались. А про то, что была разминка, это никак нельзя сказать. Для нас каждая игра очень важна, мы на нее настраиваемся. Хоть то это будет Динамо, хоть промышленность. Перед самым перерывом за Мобирейт отличился еще и лучший бомбардир прошлого сезона Вячеслав Прибулов. Он вернулся на площадку после паузы в несколько игр и теперь, похоже, снова намерен побороться за звание лучшего голеодора. 4-0 к исходу первого тайма. Мобирейт фактически убил всю интригу. Тяжело, конечно, играть, когда находишься за не вылетом, но команда молодая, поэтому работаем над этим. Стараемся от игры к игре. То есть опыта маленького не хватает, где-то там не доигрывается игроками, но пытаемся работать над этими ошибками. Едва началась вторая половина нападающих Динамо со Сабит Моменов. Дальним ударом проверил на бдительность стража ворот Мобирейта Виктора Кудряшова. Далкипер проверку не прошел, допустив маленькую помарку в своей игре. Однако партнера по команде этой нелепости не заметили и заиграли так, словно это последний матч в их жизни. Атака за атакой, момент за моментом. Защита Динамо не справлялась с атакующей мощью чемпиона и пропускала гол за голом. Исход матча стал ясен задолго до финального свистка. Единственная интрига заключалась только в одном. Забьет ли Момбирейт десяток? Не забил и ограничился девятью. Больше всех старался при былов. Четыре гола. Амбирейт в итоге победил сверхубедительно. Девять-три. Они более опытные. Они на протяжении нескольких лет играют одним пустяком, а у нас команда новая. Получается еще несыгранность и так далее. И плюс у нас поражение за поражением. Наверное, еще это и сказалось. Поражение за поражением терпит и промресурс. В восьмом туре команда в восьмой раз ушла с площадки без набранных очков. Уступив теперь и авангарду. Два-восемь. После нежданной негадной победы над погодой, юниор потерпел фиаско в игре против Платона. 3-7. А погода, в свою очередь, снова уступила. Теперь Кристаллу. 2-3. До последних минут держалась интрига в матче Симбирска и Контактора. В итоге опыт горожан, а именно опыт Марата Сафина, сделал свое дело. 6-4 в пользу лидера чемпионата. После восьмого игрового дня турнирная таблица разделилась на три ярко выраженных лагеря. В лидерах Симбирск, Кристалл, Мобирейт и Платон. В аутсайзерах Динамо и Промресурс, в золотой середине Погода, Юниор и Авангард. Диффузия между этими группами в ближайшее время не предусмотрена. 9-й экваториальный тур состоится через неделю, 23 декабря, когда наступит день зимнего солнцестояния. Центральной встрече стоит признать поединок Мобирейта и Платона. В бочном противостоянии сойдутся лучший бомбардир нынешнего сезона, Игорь Ахмедшин из Платона и лучший бомбардир сезона прошлого, Вячеслав Прибылов из Мобирейта. Специалисты почти уверены, скучного футбола точно не будет. Субтитры создавал DimaTorzok